А сейчас я расскажу, как прошла наша свадьба. Ну, вы сами видели, что у меня были в этот день гости, которых я весь день кормила, поила. Мы собрались и поехали. Я сначала приготовила детей, накормила их, потом уложила спать. И когда они проснулись, быстренько душ, быстренько волосы, косы плести моим внучкам. И у меня оставалось полчаса, 15 минут на душ и 15 минут на макияж и на прическу. Если вы меня видели в этот момент, когда здесь сидят мужчины, в этой комнате, я не могу нормально расслабиться. Я впервые так собиралась при куче людей. Ну, что не сделаешь, другого выхода нет. Если бы у меня было много времени, я бы сделала намного лучше и красивее макияж. Но на тот момент я была самой красивой, самой красивой, самой свежей, самой привлекательной невесткой. Мы сели в машину и поехали. Ехали, 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 ехали. Приехали в салон. И мой муж поехал вместе с Озлем. И мы с родственниками приехали одни. Там был уже папа с сестрой старшей. Они встречали гостей, но гостей было не очень много. Мы зря так торопились. Салон был под открытым небом. Так как в последнее время только так проходят свадьбы, свадебные ритуалы в Турции. И была такая центральная аллея. И по бокам огромные столы, пустые столы, только красиво так, с цветами украшенные. Красивые скатерти, стулья с бантами. Все было, конечно, красиво. В бело-сиреневых цветонах. Но мы сели, сели. Ни воды там ничего не было. Мы, значит, воду для детей покупали в кафе повыше. Наверное, в течение двух часов собрались родственники. И приехали жених с невестой. И мой муж. Кстати, мой муж, когда появился на горизонте, смотрю, возле него какая-то идет молодая девушка. А я уже, оказывается, и далеко плохо вижу. Думаю, боже мой, мне показалось даже за руку ее, я ведь и думаю. Не перепутала ли я что-нибудь? И когда они приблизились поближе, то я разглядела в нее узле. Я была в шоке. Почему я была в шоке? Потому что она до этого говорила, что она у кого-то у соседей хочет одолжить наряд. Что у них сейчас не такое финансовое положение. Я думала, она не знаю, как придет. Но, несмотря ни на что, турецких женщин отправляют мужья всегда в салон. У меня не получилось посетить салон. Потому что, вы сами понимаете мою ситуацию. Трое внуков, гости, физически я не могла. Но я не растерялась. Спасибо Богу, что я все умею делать сама. Она узле была очень красивая. Ей так подошло новое платье, ей так подошел макияж, прическа. Она была вообще как принцесса. Я сама была в шоке, потому что видела ее накануне. И это было настоящее преображение. Я думала, боже, ну почему мы, женщины, не можем выглядеть так каждый день? И она сразу стала бегать по всем столам, по всем гостям, здороваться. А я сидела с тремя внуками. И мой муж тоже, когда меня увидел, ахнул. Даже меня так погладил за плечо, высказав при этом свое очарование ко мне. Любовь показал. Потому что он очень серьезный и прилюдно. И такое движение в мою сторону много чего значило. Началась свадьба. Приехала жених с невестой. Севги была красавица. К сожалению, я телефон оставила там. Поснимала чуть-чуть кадров, которые вы сейчас посмотрите. Это только, наверное, вырезки из съемок детей. И мы веселились. Да, старшая сестра так не заговорила с узлем. Потом, значит, муж мой сказал, что приехал младший. Даже он не подошел к моему мужу. Просто так, сдалека, поздоровались и все. Веселились Мария и дети Деми и Ирма. Набегались с другими детками. Навеселились, нарезвились. Мария сделала сальто. Все были в шоке. За мою Мари. Они были удивлены. Думали, что Мария ходит на гимнастику. Знаю, такие элементы гимнастические. Но мы, значит, потом танцевали. Засняла Мария нас, когда мы танцевали. А потом, когда, значит, были какие-то ритуалы. Мы были же на девичнике. А еще в день свадьбы делают кино-гейджиси вот это. И очень красивые. Так, я ему, муж говорит, а почему ты не снимаешь? Я говорю, ты сам мне сказал. И я после этого телефон не держу в руках. Ну, говорит, снимай, говорит. Ну, не все, что ты сейчас видишь вокруг. Можно что-то снять? И я говорю, дай мне твой телефон. И с его телефона я в вертикальном положении сняла, когда вот жених приходил, как с Эльги, там, с барабанами. Так бы это было красиво. В надежде на то, что я потом смогу это загрузить в Инстаграм. Нет, мой муж сказал, я же тебе сказал. Это останется в памяти у нас. В семейном архиве. Но не на публичное выставление. Ну, и я с этим смирилась. Друзья мои, мы очень много там плясали. Я тоже плясала. Меня снимали, естественно, турецкие. Все мужу говорили, какая она сладкая. Некадар татвы. Удивлялись. Многие родственники не были со мной знакомы. Удивились тому, что у меня трое внуков. Ну, наверное, тоже успели посплетничать. Новые сплетни и так впереди будут. Да, я просто в этом уверена. Ещё, значит, узлеем веселилась. Вообще не села. Рамазан. Её муж на неё смотрел. Как будто вновь влюбился в неё. Она действительно красивая была. Сестра старшая, Абла, подходила ко всем, но не к нам. Ко всем родственникам, но не к нам. В итоге она потом убрала макияж. Хотя, когда я зашла и увидела её с макияжем, я даже подумала, что это не она. И, подойдя ближе, я узнала, настолько они красивые с макияжем. Вот как узлеем, так же была и Абла закрытая. Ну, она со мной хорошо. Не общается, не общается. Просто здрасте, до свидания. Там что-то покушать и всё. Ну, а зачем мне больше с ней общения? Правильно, если человек не хочет. Дители сидели, не вставали, нянчились внуков младшего сына. Второй родился недавно внучок. Ну, и вдруг невестка та младшего сына стояла, оказывается, рядом возле меня и говорит, что ты им насыл сын? Я говорю, им, тешекюрия, я говорю, бутлёрум, чё-чё-как, до уночи. Поздравила с рождением моего сына и туда-сюда. И тут напротив сидел младший брат моего мужа и поздоровался издалека. Но это, естественно, не понравилось моему мужу. И он выбрал свою позицию, с которой я уже не буду спорить и не буду ничего отставить, так как я увидела очень много всё в своих глазах. Я мужа не буду ни о чём просить, не буду ни о чём учить. Он знает своё дело и как двигаться дальше, и жить, и как общаться со своими близкими. Да, я пыталась раньше, но ничего не буду делать. И даже в отношении детей он мне посадил и сказал, не лезь. Он настолько злой на них, что они так его игнорируют. Хотя я говорю, ничего, время придёт, они тоже придут к тебе, и ты посмотришь, и внуки у тебя будут. И то он не хочет даже слушать. Но он настолько упрямый, если он что-то решит, значит всё, вот он сейчас решил в отношении брата, младшего своего, что ему пофиг абсолютно. Он делал несколько шагов примирения, тот никак не давал доступ к себе, поэтому он решил действовать своим путём. И я буду только поддерживать его, так как это он мой муж. Мы очень много веселились, танцевали, плясали, потом значит, деньги дарили. Мой муж подарил монету огромную и деньги. Но это он подарил заранее. Заранее сделал. Моя зановка подарила два браслета. Она тоже подарила это года два назад. Браслеты, когда была возможность у неё, когда она работала. И родственники там дарили монеты, деньги дарили, соседи тоже было очень много. Даже на узле пригласила своих соседей, с которыми мы знакомы. И они все вместе танцевали. В общем, свадьба была весёлая, детям было весело. Из еды было только печенье, наверное, 3-4 тарелочки принесли, по 5 штук на каждую, на каждый стол, и фанту одну, и кока-колу. Воду мы сами покупали. И принесли потом невкусный торт. Ирмочке Маре не понравился. А вот моей Ирмочке понравился. Тольчик. Мои девочки с ладенькой. Ну вот, мои хорошие, мы, значит, сели потом... Иди, бабуля, поиграй, бабуля расскажет. Не отвлекай меня. И мы потом сели по машинам, и мой муж говорит, всё, они едут, родственники, к нам. Которые были весь день, они едут к нам. Он сел в машину к узелям, соседям. А мне сказал, садись туда, они едут к нам. Боже мой, 5 человек, думаю, я только всё перестирала. Ну, это, в принципе, не страшно. Но, думаю, была никакая. Мы приехали пол первого. Их надо опять чем-то кормить. Опять надо думать что-то. Дома ни хлеба, ничего, потому что всё съели. Вот этот у меня такой был паника внутри себя. Но я не показывала никому. Ехала в машине и молилась. Боже мой, Боже, помоги мне как-то разрулить эту ситуацию. И вдруг позвонил мой муж кому-то из родственников. Говорит, приезжайте сюда, мы вас здесь ждём к узелям. И мы приехали к узелям. И она их узелямчик всех забрала. Я так обрадовалась. Думаю, Боже мой, как мне повезло. И мы только потом приехали домой. Где-то пришли половина первого. Я детей так слегка быстро обмыла. Они были отключённые. И вот так вот и прошла наша свадьба. И мы с мужем ещё поели. Потому что я с гостями села, чуть-чуть поела. Мне не хотелось. И, кстати, мой муж ещё заказал курицы. Принесли. Не помню, говорила или нет. И вот что осталось, мы так с ним поели и легли спать. Вот так вот прошла наша свадьба. Извините, что мало снимала. Только фотографии выставила. Спасибо за внимание, за то, что вы посмотрели. А вы сейчас смотрите видео. То есть несколько видео маленьких, коротких. Но всё равно это что-то, чем ничего. Спасибо за поддержку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Я его никогда не закрою. Какой красивый у меня мальчик. Моя девочка, принцессочка. Да, бабуля? И бабуля-лопатуля. В общем, едем, друзья, на свадьбу. Здесь. А вот здесь и бабуля. Кто? Вся мои, вот такие вы красивые. Ага, Митя. Смотри. Вы? Конечно. Я кружусь, а ты не смотришь. Ай. Да. Чем? Посмотрите на моих красивых. Иди сюда, иди, Мари. Посмотрите на моих хулиганов. Так, друзья, мои последние новости. Мой муж ещё не пришёл, поэтому я снимаю. Снимаю только себя. Лучше никого не буду снимать. Хотя много здесь очень костей. Но мне нельзя снимать. Находится салон возле автопарка. Вот видите, как они бесятся мои дети. Вот так вот бесятся. Я хочу показать вам вечёску, которую я сделала моим девочкам. Короче, сама собралась за 15 минут. У меня же гости. Накормила их обедом. И вместе с ней приехала. Вот так вот, друзья мои. Накормила их обедом. Вот так вот, друзья мои. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сзади находится автовокзал Представляете, как мы далеко Крутяк, она летает Субтитры сделал DimaTorzok Какая красивая Крутяк, она летает Субтитры сделал DimaTorzok Крутяк, она летает Танцует и танцует Уважаемые друзья и подписчики Подписывайтесь на мой канал на инстаграме На нем вы увидите то, что я не показываю на ютубе Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе Ссылка находится в описании под каждым видео Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками Вместе мой сила Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления